Нашли! Пятилетнюю девочку нашли после трех дней поисков. Напомним, что она пропала в Нижегородской области. В деревню Степановка малышка приехала отдохнуть с родственниками. В какой-то момент девочку в доме не обнаружили. В течение больше чем трех дней при содействии 97 единиц техники ее искали порядка 800 человек из 17 регионов России, в том числе волонтеры из Рязани. Поиски проходили очень тяжело, люди буквально падали от усталости, однако продолжали выполнять задачи. Мне достался вообще квадрат великолепный, бурелом в два-три, просто здоровых мужчин, скажем так. Пролазили просто вот там некоторые места на карачках, потому что нужно было облазить, рассмотреть все коряги, все бревна. Чем тщательнее, тем лучше. Старались не пропустить ни сантиметра. Особое давление оказывало то, что именно в квадрат Надежды вели детские следы. А также в этом районе был замечен медведь. Некоторые группы вывели из квадратов. На задачах работали охотники, егеря, спецназ с оружием. Наталья была руководителем группы. Ее сопровождали сотрудники ОМОНа. Квадрат – это расстояние 500 на 500 метров. То есть, казалось бы, что это не так много, да, 500 метров. Но для того, чтобы его зачесать, в среднем время зачеса квадрата примерно уходит 6-8 часов. У нас ушло, я вам сказала, уже 12 часов, даже больше 12 часов немножко, потому что просматривалось намного тщательнее. Голодного и ослабленного ребенка нашли в буреломе. Девочка звала на помощь очень тихим, осипшим голосом. Ее практически не было слышно. Услышали слабый-слабый писк. Поначалу даже не поняли, что это зов ребенка, что ребенок просит о помощи, потому что там есть живность. То есть, сначала подумали, что это может быть птица. Точнее, ее перепутали сначала со звуком птицы. Но потом ребята прислушались, то есть, позвали ее на отклик, и девочка откликнулась. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. В Клебяковском районе Рязанской области тоже нашли, но не человека, а останки мужчины, который заблудился в лесу. 13 января прошлого года он вышел из дома и не вернулся. Вблизи деревни Заводская Слобода Клебяковского района дачникам в ходе сбора грибов были обнаружены костные останки человека. Проведенными генетической и медицинскими судебными экспертизами, а также проверочными мероприятиями, следователями было достоверно установлено принадлежность обнаруженных останков пропавшему мужчине, а также было установлено отсутствие на них каких-либо повреждений, указывающих на насильственный характер смерти. По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Сотрудники МЧС и волонтеры Лизы Алерт напоминают, что лес – место повышенной опасности. Обязательно необходимо при себе иметь средства связи, чтобы вовремя подать сигнал бедствия, а также соблюдать простые правила, которые опубликованы на ресурсах спасательных организаций. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...